Я подсяду. Всем привет, меня зовут Ника, и я не думала, что я буду сделать такое видео, но в этом видео я хочу поговорить про травлю Оли тыквы и про то, какие чувства, мысли и чувства это у меня вызывает. Надеюсь, звук будет нормальный. Я снимаю в саду, просто потому что мне что-то захотелось посидеть где-нибудь ещё. Год за годом в интернете я вижу одно и то же, по одному и тому же сценарию, в котором меняются только лица и имена. Привет, я посяду. Девочка делает что-то, что вообще никому ничего плохого не делает, не продвигает вообще никакую дискриминацию, просто вот ничего плохого. Кому-то это не нравится, и девочку за это травят, сливают её личные данные, рисуют про неё порнуху, желают смерти. Случай Оли тыквы не исключение, но для меня он как-то выделился на фоне других, и читать посты про неё мне было особенно тяжело. Причём тяжелее всего мне было видеть не посты с хейтом, а посты с поддержкой. И я думала-думала, почему же так, и вот надумала, и хочу объяснить. Итак, сейчас будет открываться дыра в душе. Хэштег «Я мы Оля тыква» в моём случае приобретает какой-то особый смысл, потому что меня буквально травили точно так же, как её, только мне было не 14, а 22 или 23, и это было в 2016 году. Тысячи людей писали мне угрозы, оскорбления, желали мне смерти, сливали мои личные данные, паспортные данные, телефон, адрес. Названивали, фоткали ножи и пистолеты в своих руках. Ну, типа, мне показывали, что вот, я с этим к тебе приду. Рисовали, например, как меня насилуют или убивают и расчленяют. Делали такие фотошопы. Такое чувство, что я разговариваю в вагинальную спираль. Рассылали моим друзьям и работодателям порно-ролики, которые были переименованы в «Никсель Пиксель делает Икс», и типа писали, что это я, потому что актриса была похожа на меня. Делали аккаунты на сайтах знакомств, как бы от моего имени, и писали там всё, что я хочу, чтобы со мной якобы делали. Ну и размечали там все мои данные, чтобы отклики приходили мне. И, конечно же, организовывались группы, которые были посвящены тому, чтобы всё вот это, вышеописанное и не только, делать вместе и угорать. Одна такая группа существует до сих пор. Вы, возможно, знаете, как она называется. И это всё началось, когда два вчера нашли мои видео про феминизм. Такие же, как у Оли Тыквы. И с этого началось то отголоски, чего можно найти по всему интернету до сих пор. Очень многие люди ненавидят меня, презирают, даже не зная вообще, что я делаю особо. Несмотря, не смотрев никакие мои видосы, не прочитав никакие посты, просто зная меня как мем про типа ебанутую никсель-пиксель. И такие люди встречаются вообще везде, повсюду, по всему интернету. И не только, офлайн тоже. И самая концентрированная травля была в 2016 году. Как я на неё отреагировала? Во-первых, мне было очень страшно и плохо. И я очень плохо спала, очень плохо ела, не ходила на работу, потому что опасалась преследования. Потому что мне этим угрожали. Во-вторых, я не хотела, чтобы моим подписчикам и подписчицам было плохо и страшно. Поэтому я усиленно тёрла весь хейт, которым меня заваливали во всех соцсетях. Я удаляла комментарии, удаляла фотки в альбомах. И в какой-то момент всё пришлось закрыть. Ну, комменты там, возможно, загружать в альбомы всякие фотографии. Ну и, конечно же, я закрыла везде лички и всё такое. То есть, по сути, я закрыла все каналы доброжелательного взаимодействия с моими подписчиками и подписчицами. И осталась наедине со всем этим хейтом. Потому что, в-третьих, я решила, что я ничего не буду об этом писать. И вот мы подошли к самой грустной, но самой важной части этого видео. Я решила, что хейтеры в первую очередь добиваются моей реакции. И я видела, как их бесит её отсутствие. Поэтому я поняла, что я не буду реагировать на это вообще никак. Во-первых, потому что я не хотела давать новую пищу для хейта. И во-вторых, потому что я была уверена, что никто меня не поддержит. Я была реально на 300% уверена, что минусов у этого будет гораздо больше, чем плюсов, если я расскажу. Потому что большинство людей скорее подключатся к хейту, чем поддержат меня. Потому что даже среди моих знакомых, друзей встречались люди, которые лайкали эти посты хейтерские. И были подписаны на эти паблики. И даже были люди, которые мне говорили в личном общении, что мне нужно научиться смеяться над собой. Тут, типа, должен быть такой фотошоп, где меня насилуют. И я такая, ха-ха-ха, так смешно. И сегодня это представить сложно. Но в 2016 году было совсем другое время. И в то время я не отважилась публично как-то всё это адресовать и попросить поддержки. Конечно, некоторые люди замечали, что творится что-то нехорошее. И мне в личку писали всякую поддержку. Иногда в комментарии. Но в комментариях я не любила это адресовать. Потому что тогда бы пришлось как-то публично это адресовать. Конечно же, самые близкие друзья тоже меня очень поддерживали. Личная поддержка в какой-то мере у меня была. Но такого, как я сейчас вижу с Олей, когда люди реально объединяются, когда они публично выступают против травли, когда они пишут всякие посты «Я, мы, Оля, тыква», когда медиа пишут материалы в её защиту, это просто такое просто невозможно было представить. Я хотела изначально получить поддержку, потому что когда бы у меня узнали только хейтеры, за меня никто не заступался. Когда я сказала об этом публично, меня публичные личности начали поддерживать, и поэтому у меня поддержки получилось больше. Поэтому я не жалею об этом. Но мне сказали, на самом деле, мои друзья, чтобы я афишировала именно травлю, поэтому я это сделала. Круто, это очень круто. Но я просто знала, что я говорю всё правильно, и что меня не должны захейтить, потому что я даже никого не оскорбляла абсолютно нигде. И это тоже. В общем, мне радостно очень, когда я на тебя смотрю, и как ты всё это переживаешь. И это мне очень сильно помогает. В общем, я не чувствую себя одной, и я не чувствую, что есть только один какой-то путь проживания этой травли, и один какой-то, знаешь... Ну да, один путь в моей жизни. И я смотрю на тебя, и это прям меня очень каким-то оптимизмом, короче, дополняет. Не знаю, вот. И плюс я за тебя просто рада, что ты молодцуня. И твои видосы очень классные на ТикТоке. Спасибо. Это была Оля Тыква. Ссылки на неё я оставлю в описании видео. Так, я столько раз сказала за это видео слово тыква, что мне захотелось поесть. Но я весь день снимаю видео, и не успеваю ничего приготовить. Ммм... Да-да. Если я хочу заказать готовую еду, то я делаю это в кухне на районе. Это самый быстрый, вкусный и оптимальный по цене вариант. Моё самое любимое в кухне, это два блюда из их коллаборации с Excellent. Пюре с камамбером и лимонно-маковые панкейки. Но я также очень люблю шоколадные панкейки, сырники и всевозможные макароны. А Паша очень любит заказывать там азиатскую лапшу. Если у вас есть пищевые предпочтения или аллергия, то прямо внутри приложения вы можете это указать. И, например, отметить в меню все вегетарианские блюда. Я, конечно, уже сказала, что там вкусные недорого, но я хочу прям отдельно обратить ваше внимание на то, что кухня позиционирует себя как домашняя еда. И я не знаю, как у них это получается, но их еда действительно вкусная вот этой домашней вкуснотой. Устанавливайте приложение кухни на районе по ссылке в описании. А еще используйте мой промокод НИКА. Он дает 300 бонусных рублей для всех новых пользователей. Это просто... Такое просто невозможно было представить. И меня, очевидно, очень радует то, как все изменилось в обществе и как теперь все обстоит. Но также смотреть на это очень трудно. И даже вот хочется плакать от того, что обидно, что у меня 5 лет назад такого не было. Что мне пришлось все это одной, короче, переживать, и что я не смогла рассказать. Тогда. Дисклеймер. Я не хочу сказать, что я вообще не знавала никогда общественной поддержки. Вот, например, в прошлом году, когда Медуза написала про меня уёбский свой материал, про который я рассказала в своем видосе про 2018 год, меня очень сильно публично поддержали. И это было просто невероятно. Я действительно почувствовала себя вообще не одной. И это мне столько ресурсов придало для того, чтобы сделать шаг назад без какого-либо стыда и вины. Сказать себе, что да, я действительно вот такого говна не заслуживаю. Я заслуживаю поддержки. Я хорошая. Я заслуживаю того, чтобы поправиться и пойти лечить депрессию. Короче, вот эта вот гигантская публичная реакция, она очень-очень сильно валидировала мои ощущения и моё состояние. И это очень помогло. Ой, я даже вот сначала не подумала об этом, но получается, что у меня есть возможность сравнить. Каково это, когда тебя травят, и ты не можешь никому сказать, и все молчат. И когда тебя травят, но тебя поддерживают. Второе лучше. Это главный тезис моего видео. То есть как? Первое. Когда тебя травят, то это очень плохо. Травли — это страшно и плохо. Второе. Рассказывать о травле и получать поддержку — это намного лучше. И третье. Вероятность того, что человек расскажет о травле и поделится чем-то, и попросит поддержки, она гораздо выше, если у этого человека будет уверенность в том, что его или её или их поддержат. Вот эта уверенность в получении поддержки — это очень важно. И это очень-очень помогает не оставаться наедине. Пожалуйста, продолжайте быть такими же классными. Пожалуйста, продолжайте поддерживать людей, которые сталкиваются с травлей. Высказывайтесь против травли. Конечно же, если вы не чувствуете сил или желания куда-то вовлечься, потому что, например, дохуя всего происходит, это окей. У вас есть своя жизнь, в мире куча ужасных новостей. Просто задолбаешься высказываться по каждому поводу. Но если у вас есть такая возможность и желание, то, конечно же, всегда это делайте. Все, кто высказались в защиту Оли Тыквы, вы охуенные, вы суперские. Я пипец как сильно хочу вам сказать спасибо. Спасибо вам. И ещё я в приятном шоке от того, что Оля сама разговаривает обо всём этом. Она рассказывает, она записывает об этом ТикТоке, она даёт интервью. Это так классно. Я просто смотрю на это и восхищаюсь, что она вот настолько проактивно всё это проживает. Оля, you have my respectos. Напоследок, я хочу дать вам совет. Если вы видите какой-то кринжовый контент, точнее, контент, который вам кажется кринжовым, и если вы смеётесь над человеком, то, пожалуйста, посмейтесь и пройдите мимо. Если этот человек не нарушает ничьи права, не дискриминирует никого, то не надо делать про него никаких постов. На крайняк обсудите это со своими друзьями в чате, но как-то проговорите, что, типа, давайте никуда это не выкладывать, чтобы не развязывать травлю. Травля — это плохо и страшно. Не участвуйте в таком. Не поддерживайте людей, которые в таком участвуют. И наоборот, поддерживайте тех, против кого развязывается травля. Пожалуйста, старайтесь не оставаться наедине с травлей, которая направлена против вас. Пожалуйста, просите о помощи хотя бы у друзей или близких, или у организаций, которые обязательно вам бесплатно помогут. Всякие ссылки на организации я оставлю в описании видео. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Покупайте мои наклейки, футболки. Пока. Спасибо людям, которые поддерживают меня на Патреоне. На Патреоне. Спасибо вам. Спасибо вам. Люди, которые поддерживают меня на Патреоне. Субтитры создавал DimaTorzok